Уральский электрохимический комбинат Тяга к знаниям и новым высотам Все это помогло каждому члену династии найти свое счастье, свой жизненный путь Суммарно стаж династий Чекменевых и Клюшиных составляет более 500 лет Судьба 20 человек из них неразрывно связана с Уехакам 70 лет – это целая эпоха История двух династий сплелась в одну Параллельно в одно и то же время шли сразу две линии Клюшиных и Чекменевых Ольга Аверьяновна Клюшина росла в большой семье Тогда она была по фамилии Корнилицина Сложилось так, что ее братья и сестры попали на комбинат Александр Аверьянович Корнилицин работал на УХК с 1952 года Первый в своем роде, чья судьба неразрывно связана с комбинатом По карьерной лестнице он поднимался с инженера-технолога до начальника технологического цеха По участку жидкофазного затаривания готовой продукции – гексавторида урана Его имя в 2007 году занесли в энциклопедию инженеры Урала Его брат и сестры работали на УХК с 1955 года по 2007 В цехе связи на объекте 17 в цехе 68 Мамина сестра Ирина Аверьяновна Трухачева работала в 68 цехе Инна Аверьяновна с Вадимом Михайловичем Бессоновым работали в 17 цехе Петр Аверьянович работал в 55 цехе Александр Аверьянович работал в 54 цехе Мать Александра Клюшина Ольга Аверьяновна с 1954 года работала мастером в промкомбинате Тогда подразделений завода в сотом цехе Впоследствии это комбинат бытового обслуживания города Одна из первых закройщиц верхней одежды нашего города В 10 классе школы рабочей молодежи судьба свела ее с будущим мужем Анатолием Клюшиным С ноября 1960 года он работал в 20 цехе УХК слесарем по обслуживанию основного оборудования В 1969 году окончил вечернее отделение МИФИМ Даже получалось так, что он болел 40 дней почти в больнице Учился в институте вечернем Я помогала, я переписывала конспекты Приходили студенты, значит, там он вечернем учился Я конспекты перепишу и передаю ему в больницу На другой день обратно и детей уложу, переписываю Потому я была в курсе вот их всех дел Мой отец, который был и является для меня главным образцом и примером Который 45 лет проработал на комбинате Большую часть этого срока в 53 цехе Анатолий Клюшин с 1969 по 1973 годы работал сменным инженером-технологом С сентября 1973 и до ухода на пенсию в 2005 Работал в цехе 53 на должности старшего инженера-технолога Заместителя начальника смены, а затем инженера-технолога в смене А Вся трудовая жизнь Анатолия Александровича связана с комбинатом Которому он отдал весь свой творческий потенциал и мастерство За многолетний труд и большой вклад в развитие предприятия Анатолий Александрович был удостоен звания ветеран труда комбината И ветеран атомной энергетики и промышленности Неоднократно поощрялся благодарностями от руководства предприятия Анатолий Клюшин пользовался заслуженным авторитетом в рабочем коллективе Он участвовал во всех реконструкциях и модернизациях 53-го цеха Он принимал активное участие в общественной и спортивной жизни В которую вовлекал всю семью Мы с детства, со школьных пор, с братом Все массовки, субботники, демонстрации Все наши торжества в семье Все проходили среди работников комбината Производственный стаж Анатолия Александровича на комбинате более 40 лет С 1960 года по 2005 Далекий 1960-й стал знаковым не только для семьи Клюшиных В то время будущие супруги Алифтина Александровна и Виктор Сергеевич пришли работать на комбинат Первой Алифтина Она пошла по стопам матери Ольги Ивановны Корюковой Первые дни на УХК была техническим работником В то время хотя бы попасть в стены комбината было уже престижно Алифтина Александровна постепенно в отделе 16 в лаборатории Семена Петровича Чижика стала учеником лаборанта Перед этим мама работала тоже в заводу управления Уборщицей работала, но все равно это любой труд ценен Попасть было на комбинат, да еще в 16 отдел, где вся наука работала, говорили Это было очень престижно, я так сказать, гордилась Первый ротор, так сказать, мы делали из ленты, из стальной ленты Которую вот непосредственно я обезжирила в хромовой смеси Потом, значит, намотали эту трубу, обматывали ее проволокой Это уже все следующие работники делали Ну, в общем, и постепенно вот так начиналась моя работа Для создания ротора нужны же были какие-то материалы новые Вот как раз мы, наша лаборатория, и занималась исследованием этих материалов Пошли всякие нейлоны, терлоны, нейлоны Все это мы сами испытывали Делали образцы на прочность, на ползучесть, на длительную вакууме И в термокомнатах при высокой температуре Все это была наша работа, исследование В тот же 1960 год, в тот же отдел 16 Судьба занесла Виктора Сергеевича Чакменева Он также пошел по стопам родителей Его отец Сергей Иванович, ветеран Великой Отечественной войны С 1956 по 1975 годы работал на УХК, кочегаром в 54-м цехе Его супруга Валентина Федоровна работала там же Решив продолжить династию, Виктор Чакменев Весной 1960 года пришел на Уральский электрохимический комбинат А мне в том время еще не было 18 лет А на комбинат только принимали с 18 Один мужчина, как сейчас помню, Румянцев, по-моему Увольнялся почему-то с отдела А ему говорят, вот найдешь замену, тогда он увидел меня Говорит, так вот замена Да какая же это замена, это вроде то, что пацаны Какая это вам разница, вам только написать Ну и написали, и так я попадаю в 16-й отдел Виктор Сергеевич Чакменев попал в лабораторию Михаила Марковича-Оршанского Учеником лаборанта Разрабатывал первый ротор для газовой центрифуги За время работы много всяких было программ Сейчас по пальцам даже не хватит, трудно сказать Но мы и порошками занимались Мы прессованием порошков этих занимались Мы детали прессовали Мы много чего делали В 1988 году произошел перевод лаборатории из отдела 16 в 20-й цех комбината Где Виктор Сергеевич стал старшим техником А со временем сменил род деятельности и до пенсии Вплоть до 2007 года работал слесарем-ремонтником 7-го разряда За профессиональные знания и опыт Виктор Чакменев награжден знаком Ветеран атомной энергетики и промышленности А также медалью ветеран труда За выполнение производственных задач и активное участие в рационализаторской работе Был отмечен на доске почета комбината Принимал активное участие в общественной деятельности Его супруга Алектина Александровна тоже награждена знаком Ветеран атомной энергетики и промышленности И медалью ветеран труда За качественное и своевременное выполнение заданий Была занесена на доску почета В 1982 году Алектина Александровна получила звание Победитель социалистического соревнования В честь 60-летия образования СССР С первых лет работы на комбинате Молодые сотрудники с большим энтузиазмом Принимали участие в общественной деятельности Благодаря большой общественной работе Участие в различных мероприятиях Они сблизились, а вскоре и поженились Все эти соревнования, самодеятельности Тогда это было очень сильно развито Как-то все общались Нам устроили свадьбу Лабораторную свадьбу устроили в 66-м году С тех пор мы праздновали уже золотую свадьбу Получили медаль В этом году они отмечают 52 года совместной жизни Крепкий союз Больше, чем полвека рука об руку Вместе и на работе, и дома Пришли на комбинат в один год И на пенсию тоже ушли вместе Чекменевы ценят труд Но главным сокровищем в жизни считают свою семью Они воспитали двух детей Юлию и Александра Любящие родители всегда старались наполнить жизнь ребят Яркими красками Поэтому с юных лет их дети были жизнерадостными и активными Мои яркие воспоминания Это субботники, которые проводились работниками комбината Это мы чистили аллею, которая здесь была Вот липы, собирались листву И родители всегда брали нас с сестрой с собой Мы детьми, помогали Я всегда чувствовал какую-то некую, скажем, причастность к этой деятельности Яркое, скажем так, воспоминание Это первомайская демонстрация Когда большое количество народу и родителей Один раз мне даже удостоился ввести эмблему цеха 20 Я вез ее во главе колонны И мне считалось это большим достижением Это яркое впечатление у меня на всю жизнь осталось Несмотря на то, что с детства Юлия и Александр находились в кругу сотрудников комбината О том, чем занимались их мама и папа, дети знали мало К тому же описать производственную деятельность детским языком для родителей задача не из легких Когда была маленькая, всегда же хочется узнать, кем работают твои родители У кого-то там шофер, у кого-то мама в магазине А кем работают мои родители? И когда я задавала такие вопросы, всегда получала такие ответы, какие-то уклончивые Ну вот мы работаем на заводе, ну вот мы там делаем такое важное дело Мне было очень интересно, потому что УХК – это градообразующее предприятие нашего города И, конечно, мне и хотелось всегда туда попасть И было интересно, ну что же там действительно происходит такое глобальное Когда мне предложили работать в 20-м цехе, я не раздумывая согласилась, потому что это для меня было, ну, очень интересно И, ну, наверное, престижно Работу на УХК Юлия Викторовна начала с 1990 года Лаборантом физико-механических испытаний в 20-м цехе, в том же, где работали родители Деятельность заключалась в изготовлении образцов из различных композиционных материалов Полученные образцы проверяли на прочность, жесткость, герметичность Моим первым руководителем был Михайлов Альберт Александрович И наша лаборатория занималась изготовлением образцов из композиционных материалов И их, так скажем, исследованием, то есть мы их испытывали, различные испытания И, ну, определяли их свойства Вот, в 93-м году я уже получила должность инженер-технолога И в 97-м году в 20-м цехе образовался участок производственный Который назывался участок изготовления стеклоуглепластиковых изделий Значит, в то время была, на комбинате стояла такая задача Как освоить продукцию гражданского назначения, но на своих разработках Научно-технических, конструкторских и прочих И так как 20-й цех был цехом науки, да, разработок чего-то нового В основном это были материалы для газоцентрифорного производства То наши ведущие специалисты разработали углепластиковый стержень Очень прочный и надежный Который стал основой для такого вида продукции гражданской, как лыжные палки Работы были запатентованы Затем стержни были отправлены на экспертизу во Всесоюзный институт спортивно-технических изделий Где результаты испытаний показали, что технические характеристики стержней Находятся на уровне мировых аналогов Статья о продукции была напечатана в 1994 году в информационном листке, который выпускал УРХК Про людей, которые здесь участвовали Про людей, которые создавали это все Придумывали Эти лыжные палки получили патент На этих лыжных палках сборная России тренировалась перед Олимпиадой И на этих лыжных палках сборная по ориентированию заняла призовые места на чемпионате мира в Италии За 17 лет на комбинате Юлия Викторовна была инженером-технологом в лаборатории Цеха 20 Бюро опытного производства газовых центрифуг, инженером-технологом третьей категории В 2007 году она перешла работать на Уральский завод газовых центрифуг А с 2017 года занимает должность инженера-технолога первой категории научно-производственного объединения Центротех За свой многолетний труд Юлия ни разу не пожалела о том, что связала свою жизнь с производством Она выросла в кругу сотрудников комбината и судьба привела ее в такую же семью Династия Клюшиных насчитывает 10 сотрудников комбината Но в настоящее время из них на УХК работает только Александр Анатольевич Клюшин В 1991 году он пришел в 101-й цех Инженером-электриком по устройствам релейной защиты и автоматике 20 я проработал в 101-м цехе, 7 лет я проработал в отделе главной энергетики, которая сейчас называется службой Поэтому я когда пришел на комбинат, в общем-то представление о предприятии у меня, конечно, уже было В семьях Чекменевых и Клюшиных множество комбинатовских совпадений Родной брат Юлии Клюшиной, Александр Чекменев, тоже начинал свой трудовой путь в цехе сетей и подстанций Он пришел на комбинат в 1999 году Начинал с должности электромонтера и постепенно дорос до инженера-энергетика, кем и работает до сих пор Запоминающимся годом в его жизни стал 2012-й, когда на УХК начали внедрять производственную систему Росатома Пришлось обучиться на внутреннего тренера И теперь я не только инженер-энергетик, но и внутренний тренер УРСК-электрохимического комбината Обучаю молодых людей, вернее персонал, также опытных, каким-то новым навыкам в производственной деятельности, в цели и полаганиях То есть развиваю коллектив Был очень доволен тем, что попал в такой замечательный коллектив И до сих пор доволен тем, что работаю на нашем УРСК-электрохимическом комбинате Для счастья человеку нужно не только любимое дело Гораздо важнее крепкая и любящая семья Александр Викторович Чекменев познакомился со своей будущей супругой еще в студенчестве Оба получили техническое образование Однако Ольга Брониславовна Чекменева начала работать на УЗГЦ с 2011 года Испытателем деталей и приборов С 2017 года она сотрудник научно-производственного объединения «Центратех» И работает вместе с сестрой своего мужа Когда я не работала, и вот эти разговоры, это все было далеко Какие-то газовые центрифуги, статара, все это было непонятно И когда я пришла, сейчас, конечно, мы уже сидим и общаемся в одной понятной для всех теме Потому что все работают и все знают, что такое газовая центрифуга Что она из себя представляет Работа, конечно, интересная, потому что сейчас с наукой работаем Все это как бы все новое, все обновляется То есть комбинат, и наш центр техни стоит на месте Ну вот все знают, что новую машину 9+, А у нас сейчас еще более новая модель будет испытываться И потом вот все это запускается в серию И наша продукция потом уже на комбинате Династии Чекменевых и Клюшиных нельзя разделить Уже больше 30 лет они большая и дружная семья Александр и Юлия Клюшины воспитали дочь Анну У Александра и Ольги Чекменевых два сына Михаил и Андрей Старший сын Михаил Чекменев Студент Уральского федерального университета Младший ученик Новоуральской гимназии Андрей учится во втором классе Но уже сейчас уверен в том, что он продолжит атомную династию Очень хочу стать инженерным энергетиком, как мой папа Мне хочется повторить династию, чтобы она никогда не кончалась Любовь родных, интересная работа, увлечения и походы Основа счастья крепкой семьи У них много добрых традиций Ежегодно в канун Нового года Они все вместе собираются за большим столом И вспоминают, чем запомнился уходящий год В новогодние каникулы ходят в походы на Черный мыс, Висячий камень, Зеленый мыс Вместе ведут активный образ жизни, катаются на лыжах и занимаются другими видами спорта Летом проводят много времени в саду, помогают ухаживать за урожаем А вечерами в любое время года с удовольствием собираются за большим столом Каждый из большой семьи точно знает, что родная семья поймет и поддержит Ведь они искренне любят друг друга Я чувствую себя очень счастливым человеком, что у меня есть такая семья Такие родственники замечательные Которые столько лет посвятили предприятию В том числе воспитали замечательных детей Отдают очень много времени внукам Я их очень люблю, ценю И большое им спасибо за это Дружная семья, такие крепкие традиции Очень приятно слышать отзывы от всех своих родственников Ощущать частью себя вот такой большой семьи Я своих детей полностью всецело оставляю Дедушки и бабушки Папа у нас спортом То есть у нас каждый как бы дополняет в семье Мы все время собираемся на все семейные праздники На все дни рождения Выходим куда-то на природу вместе Любим бывать в саду Помогаем Как можно Друг другу Очень такая у нас дружная, любящая семья Мы не только встречаемся в празднике Но также встречаемся постоянно, скажем так Многие завидуют нам, что у нас есть такие традиции Собираться, когда мама готовит вкусные чебуреки Вкусные беляши И с радостью идешь на эту встречу Мы стараемся своим детям также прививать эти традиции Что дети также не отделяются от нас А также с удовольствием приезжают к бабушке То есть первым делом старший сын переезжает домой Из Екатеринбурга Едет не к нам, а к бабушке Это тоже здорово, это замечательно Это значит, что традиции живут И связь поколения осуществляется Я хочу сказать, что я так рано поступил на работу И так здорово прожил все это время Спасибо всем И моим ей, и моим внукам Спасибо, я доволен Я тоже очень довольна своей семьей Я рада за детей, что у них все хорошо получается Рада за внуков И хочется действительно еще дольше жить и жить Спасибо всем Ну я довольна, что сын у меня вписался в такую хорошую семью У нас уже семья не полностью Мы много старше Некоторые уже не здесь Но жизнь продолжается Я горжусь своей семьей, потому что она хорошая, добрая И я всех очень люблю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому